Приветствую вас, и в первую очередь хотел бы сказать, что муж ваш поступает единственно верным образом ситуации, которая у вас сложилась. Дело в том, что обычно при охлаждении отношений, мужчины либо уходят сразу, либо начинают изменять, либо возникают ссоры, скандалы, конфликты и прочее. Ваш мужчина имеет к вам уважение, ваш мужчина уважает вас, ценит, он воспринимает вас как личность, он пытается предложить какие-то варианты развития, он пытается предложить какие-то способы решения конфликта в ситуации кризисной, и это очень здорово. Это прекрасно, что у мужчины такой уровень осознания себя, осознание того, что вы есть семья. И думаю, что в данном случае действительно решение, по времени какое-то время отдельно, оно очень грамотное, оно верное и правильное. Потому что действительно так часто бывает, что когда люди в семье находятся долго, особенно вот у вас дети или один ребенок, то происходит как бы слияние. То есть мама очень часто, вот можно это часто слышать, они говорят мамы, мы пойдем гулять, мы там играем, мы там что-то ищем. И это понятно, потому что сам родитель, он себя-то от детей, особенно пока они маленькие, не отделяет. И в этом смысле реакция нормальная. Но для мужчины, для субъекта личных отношений, это выступает скорее охладительным моментом, чем позитивным. Потому что мужчине, это по-прежнему нужна женщина, а он получает, в общем-то, не женщину, он получает таковую мать своих детей. И это тоже здорово. Прекрасно, что у него есть женщина, которая является матерью его детей, это прекрасно. Но поскольку у человека существуют разные потребности, то для разных потребностей нужны разные поставки. И мужчина так сильно привык вас видеть в качестве матери для своих детей, что перестал видеть вас в вас женщину. Вы перестали привлекать его как женщину. И связано это безусловно с тем, что вы слишком много внимания уделяли детям. Но надо сказать, что это нормально. То есть здесь не ваша вина. Это скорее особенность восприятия мужчины, чтобы перестали его привлекать. Потому что, ну как, вы же не могли уделять меньше, например, внимания детям. Не могли. Вы не могли и разорваться между детьми и мужчиной. Потому что объективно детям при внимании требуется больше. Они, как бы сказать, зависят от этого самого внимания в большей степени, чем мужчина. А мужчина, когда становился отцом или когда, собственно говоря, вы планировали детей или, может быть, обсуждали это, ему стоило быть готовым к тому, что вы будете меньше уделять ему внимания. То есть здесь вашей вины нет никакой. Это необходимо вот принять и осознать. Дальше. 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 Что будет у вас в будущем? В будущем, возможно, несколько вариантов развития событий. Естественно. Советивный и негативный. При негативном исходе вы разойдетесь, разведетесь. И тогда тяжело будет всем. Вам будет тяжело, что уйдет мужчина любимый и, собственно, дети останутся без полной семьи. Мужчине тоже будет не очень приятно, не очень хорошо. И такой вариант, он рассматривается исключительно как крайне, когда других уже не осталось. А другие вариантов нет. В первую очередь, это вам действительно пожить отдельно. Посмотреть на свои ощущения, когда вы будете породны. И у вас, лично для вас, исчезнет это ощущение, что вы целая, единая семья. Что нету, нету там вас, нету одной какой-то личности. Но есть вы, личность. Есть дети. Есть муж, тоже личность. И вот это понимание поможет вам начать отделять себя от детей, от мужа. И устанавливать личные границы, которые в течение воспитания детей, в течение вот этого периода, что вы декретны в отпуске. Наверное все. Их необходимо восстановить, эти границы. Через понимание того, что принадлежит лично вам. То есть, где вы, безраздельно, являетесь овек. То есть, создание такой области вокруг вас, куда не было бы доступа никому. Ни детям, ни мужу. Вот, установление этих границ, поможет мужчине вновь увидеть в вас. Женщину. И возобновить отношения. Конечно, стоит пересмотреть и свой имидж, свой внешний вид. Как вы там одеваетесь, как вы выглядите и так далее. Стоит, возможно, постараться осветить отношения с мужем. Как-то попробовать все-таки выехать, хотя бы на парней куда-нибудь. Побыть без детей. Чтобы мужчина увидел вас без исполнения роли мать. А только лишь в одной роли. В роли своей женщины. И это могло бы помочь вам вновь с ним близиться. Поскольку есть взаимоуважение, поскольку есть достаточная честность, то я думаю, что это не будет чем-то особенно сложно для вас. И я бы предложил следующий план действий, значит, по спасанию брака. Первое, это, собственно, раздельное прошивание какое-то время. И второе, это совместный выезд только вас вдвоем на пару дней хотя бы куда-нибудь. Чтобы вы побыли вместе, поговорили, может быть, вспомнили, кто вы вообще являетесь друг за другом. Чтобы вы не только родители, но вы еще и мужчина и женщина. Чтобы вы муж и жена. Чтобы вы любимые люди друг для друга. И вот именно так можно, так сказать, реанимировать ваши отношения. Старты отрадованы. Думаю, если вы подойдете к этому вопросу серьезно и по обоюдному договору с мужчиной, то все у вас получится. И кризис он будет преодолен. И вы забудете о нем, как о страстной жизни. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарна. Субтитры сделал DimaTorzok